Друзья, всем привет! Всем привет! Ну вот, у нас настали очередные выходные, мы выбрались на дачу, чтобы продолжить стройку нашей каркасной бани. А, друзья, у нас сегодня по плану стропильная система, и это видео, скорее всего, придется нам его так и назвать. Но, простите уж нас, это неправда. Да, мы сегодня, конечно, будем заниматься стропилами, но это всего лишь первая часть. И я уверен, что будет и вторая, и третья, и даже если будет десятая часть, для нас, для таких любителей каркасной стройки, которые приезжают в первую очередь на дачу, чтобы позагорать, ничего не делать и отдохнуть, это нормально. Поэтому, друзья, встречайте, стропильная система, первая часть, часть 1. Юлька, а ты что молчишь? Уже, о, видали, уже куда-то пошла, засобиралась сразу. Стало быть, друзья, так, фронт работы на сегодня такой. Наша задача сделать конек, наша задача сделать маурлад, выровнять стойки и, собственно, сделать первую пару стропил. Если у нас все получится, все, на сегодня работа закончена. Кто-то скажет, блин, Антоха, ну там работы на час, ну о чем видос-то вообще? Во-первых, друзья, не на час, а во-вторых, куда нам, блин, торопиться, все лето еще впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вообще, друзья, если честно, я совсем не хотел записывать видео про стропильную систему. Во-первых, потому что не всегда получается с первого раза, никогда не получается, блин, с первого раза. Это уже четвертая наша крыша и всегда все получалось как-то случайно. А во-вторых, как зритель, вот, допустим, как я, как зритель, я всегда смотрю такого рода видео, я всегда ищу ответы. А есть ли какой-нибудь универсальный способ, как правильно запилить там, там, тот же самый посадочное место, как правильно запилить место под конек? Какой же есть лайфхак? Какой же есть единственный универсальный способ, который, блин, поможет мне навсегда, блин, вот просто вот один раз зазубрить его, и все получится. На самом деле, друзья, способ есть, но я, блин, к сожалению, его не знаю. И что сказать вам, я тоже не знаю. Вот как-то, блин, извините уж как-то так. А Юлька знает, но я в этом ничего, блин, не понимаю, если честно. Хотя, вроде бы, все получилось. Что из себя представляет крыша? Это два треугольника. Где стропила? Это по теореме Пифагора гипотенуза. Нам нужно, чтобы эта стропила, с учета выноса крыши на 50 сантиметров, была не больше трех метров. Нехитрыми расчетами получилась высота конька метр сорок пять сантиметров. Как мы это посчитали? Это катет, это катет, и стропила, это гипотенуза. Метр сорок пять в квадрате, плюс половина ширины нашего здания, а у нас здание шириной четыре метра, это два метра. Плюс два метра в квадрате. И исчисляя корень, изобразовавшись. И из того, что получилось, мы вычитаем корень. Извлекаем, извлекаем, да, извлекаем корень. И у нас вот эта длина стропилы до выноса крыши получилось два метра сорок семь сантиметров. То есть, прибавляем еще 50 сантиметров, два метра девяносто семь сантиметров. И у нас всего лишь три сантиметра отпиливается от трехметровой стропилы. И это, друзья, очень здорово, потому что, блин, мы купим потом, в будущем, металлочерепицу трехметровую. И вот эти три сантиметра, это и будет как раз вот... Свес как раз. Да, маленький такой свесик, прям сразу водосточный желоб. Вот и все, вот и весь секрет. Долго-долго, друзья, я выносил себе мозг этой тригонометрии. Треугольника Свенсона у меня никогда не было и, наверное, и не будет. А транспортиром пользоваться я банально не умею. Поэтому в этот раз я пошел, наверное, самым простым, но в то же время самым сложным способом. Я просто в кетчапе нарисовал план нашей будущей стропильной системы, просто наложил одну доску на другую и померил, сколько с каждой стороны мне нужно отпилить. Все! Все, блин! Потом все это дело мы, как говорится, перенесли на стропилу. Юлька по своей теории а-ля тригонометрии, а-ля теореме Пифагора все это проверила. Почти получилось, запилили, и в итоге, блин, как ни странно, все получилось идеально. Я вообще просто в шоке. Мы сделали одну пару стропил, эту пару стропил мы приложили в начало нашего дома, в нашей бане. Потом эту же пару стропил мы положили в конец бане, там тоже все сошлось. И приложили в середину, там тоже все сошлось. Все! Теперь у нас есть шаблон, по которому мы можем выпилить все оставшиеся стропилы. Если честно, я даже не думал, блин, что вот так вот будет все просто. Ну, блин, повезло! Реально повезло! Так, ну вот, собственно, что мы успели сделать. Кстати, друзья, вот еще одна причина, почему мы так мало поработали. Погода полный пипец. Идет дождь, перемешку с градом и почти со снегом. Шучу. Ну вот, смотрите, что у нас, собственно, появилось. У нас появились вот такие вот три мурлата. Хотя, не знаю, наверное, в середине эту штуку мурлатом не назовешь. Сделали мы конек. Конек мы сделали из стройной доски. То есть, какая была идея? Идея была взять 150-ю доску, положить ее на ребро и сверху на нее поставить 200-й конек. Вот эти доски, которые идут по бокам, это сотая доска. Они как бы придерживают конек. И получается у нас очень мощная конструкция. Наверное, кстати, с перебором. Ну, ладно, хуже точно не будет. Все по уровню, все выровняли, все закрепили, сделали временные, постоянные распорки. Все. Вот такая вот фигня. Все, друзья, наш сегодняшний день подошел к концу. Несмотря на то, что якобы мы как-то что-то не поработали, мы сегодня пипец как задолбались. Друзья, у нас сегодня по плану готовки больше, чем самой стройки. Дело все в том, что... Мы сегодня конек сами не ставили. Вместо нас его сделали вот тут, вот соседний перестилает крышу. Ребята пришли, нам помогли. Потому что очень высоко, очень страшно и неудобно, и тяжело мне, девочке, держать на вытянутых руках конек, когда не на что опереться. Юлька вообще молодец. Всю правду выложила, короче, сейчас за одну секунду. Ну, знаешь, кстати, в чем... Знаете, что самое классное? То, что за это все дело, естественно, мы предложили вознаграждение в виде денег. И нам, знаете, что ответили? Ты что, нас обижаешь? Ты что, нас хочешь обидеть, что ли? Антон, мы у тебя в прошлом году рулетку занимали. Нет, 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 короче, я серьезно говорю, блин. Ладно, короче, блин, с коньком понятно. Давайте, ребята, мы переместились в зону барбекюшки. Мы сегодня очень много всего будем готовить, потому что кто-то у нас, из нас, идет в отпуск. Посмотрите вот на этого веселого человека, который остается здесь на даче, а я завтра уезжаю снова в город. Еще буду кучу-кучу, целую неделю буду работать. Сейчас поклонники ко мне будут ломиться. Хата свободна у меня, не у нее, а у нее соседи. Так, друзья, мы сегодня готовим очень много, но давайте, раз уж мы назвали наш видос стропильная система, давайте уж поговорим о деревенской нашей каркасной бане. В чем штука? Во-первых, что хотелось бы сказать. Помните, в прошлый раз мы замутили такую тему а-ля в инстаграме? Напишите правильный ответ. Кстати, не все подписались. Подписывайтесь, пожалуйста. И, собственно, сделали мы это совершенно не случайно. Все дело в том, что именно сегодня мы узнали, какая у нас будет печь. Скорее всего, почти 99% что печь у нас будет везуви легенда. Скачали мы технические характеристики. И что выяснилось? То, что да, мы сделали неправильно. Пришлось на 10 сантиметров переносить нашу и стропилу, и нашу лагу потолка. Потому что, если по техническим характеристикам, если не защищенной конструкции, то от дымохода нужно отступать по 250 миллиметров. Если защищенной конструкции, тогда нужно отступать по 130 миллиметров. Бог в помощь нам, СНИП и еще там что, Юль? СНИП 2.0.8.0.2.89 МГСН 4.04.94 Я очень надеюсь, что сейчас было Юльку слышно, блин. Потому что не надо слушать никаких, блин, блогеров, особенно таких, как мы. Берете технические характеристики, берете очень умные книжки, читаете и делаете. Все, конец истории. А между тем, Петрушку мы уже почти, кстати говоря, начистили, нарезали Петрушку. А так, друзья, еще очень много людей писало, мол, Антоха, расскажи, как будешь утеплять потолок. На самом деле, утеплять потолок я буду самым, наверное, народным способом. 150 миллиметров базальтовой ваты, а сверху уже в перехлест мы с Юлькой купим, знаете, вот эти вот рулоны такие самые душманские, которые бывают. Ими все застелим. Скорее всего, рулоны будут сотка. Если вдруг не хватит, хотя получится в итоге почти аж 250. Если вдруг не хватит, еще сверху одним рулоном заделаем. Заутеплим. Вот и весь секрет. А пока что мы давим нашими шикарными, вообще офигенно наточенными ножами, давим домашние помидорки. Блин. А с чахахбили все очень просто. Берем кучу лука, кучу специй, кучу курицы и бросаем все в козу. Никаких рецептов, все обязательно получится. Так, друзья, как я уже говорил, самый лучший маринад для ребрышек это соевый соус, горчица и мед. Но, ребята, вот это блюдо, я вот честно, хочется просто поделиться с вами. Попробуйте, пожалуйста. Я все то же самое уже успел сделать в квартире, в духовке. Это такая бомба, блин. Все очень-очень просто. Во-первых, нам нужно взять ребрышки, замариновать их просто луком, соевым соусом и лимоном. У нас получается, блин, самый обыкновенный луковый шашлык, только с костями. Все, на полчасика отправляем это все дело в холодильник. И теперь готовим глазурьку. Самый душманский, обыкновенный кетчуп. Нам нужен лимончик и самый адский острый перец. Я не знаю, я нашел вот такую вот тему. Здесь написано, что это острый перец и что это лимончик. Побольше, потому что, ну, да, ладно, это, конечно, любители, но реально надо, блин, побольше. Все, заливаем. Теперь, короче, добавляем сюда соевый соус. И вот что реально странно, это сахар. Куча, блин, сахара. Получится, когда все это дело на костре у нас растает, получится настолько офигенный маринад. Наверное, это будет типа а-ля эффект меда. И закарамелизирует. Да, да, скорее всего, да. Все. Наши ребрышки мы сейчас от лука очищаем, чтобы лук не подгорел. Блин, по пару минут жарим с каждой стороны. Потом глазируем. И снова по пару минут с каждой стороны. Блин, это так просто. Ну, это, блин, так вкусно. Так, ну вот, собственно, друзья, наш видосик подходит к концу. Вчера, как обычно, закончили, когда уже было темно. Ничего не сняли. Готовое блюдо не показали. Но съели. Да, но съели. Очень вкусно. Забыли попрощаться. Вот, прощаемся. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Пока-пока.